Но, к сожалению, уже не прохожу. Нет, не к сожалению. Почему к сожалению-то? Все отлично. Огромная двухспальная кровать. Можно спокойно зайти и вот сюда прям нырнуть. Вот так отдыхать? Вообще круто! Кто-то думает, что она вонючка. Ни сега она не вонючка, нормальная речка. Всем добрый день! Посмотрите, в каком мы красивом месте. Как вы думаете, что это? Это обычная конда. Тайская обычная конда в Паттайе, но очень красивая. Вот квартира у нас вот здесь на втором этаже получается. Мы ее чуть-чуть позже вам покажем. Расскажем, за сколько мы сняли. А сейчас немножко к территории пройдемся. Вот такие замечательные здесь бассейны у нас с водопадами. Вход в воду вот такой, типа морской берег какой-то. Сейчас я пощупаю. Холодная нет. Водичка отличная, теплая. Ну, не мудрено на улице 35 градусов каждый день. Так, вот показана метр двадцать глубина. Ну, в принципе, достаточно. Тут все дело-то даже, ну, не в глубине, а просто в этой красоте. Потому что бассейн идет туда дальше. Сейчас пройдем, посмотрим. Так, а теперь мы покажем нашу комнату. Комната один плюс один. Очень просторная. Телевизор большой, плоский. Кондиционер. Ну, я уже заходил, я его включил, чтобы было прохладненько. Так, журнальный столик. Вот тут можно смотреть телевизор. Самое главное, здесь огромная двуспальная кровать. Просто огромная. Ну, теоретически, даже если вы с ребенком приедете, ну, посмотрите, тут два, наверное, на два кровать. Если подросток какой-то небольшой, ребенок у вас немного ему лет, то вы можете спокойно и троем спать. Так, а здесь вот такая вот интересная штука. А, о, извиняюсь. Вот, смотрите. Мы огораживаем зону ванны и туалета от спальни. То есть мы заходим в спальню, и здесь у нас как бы, ну, нет ничего. Зеркало, не знаю, почему там стоит. Потом мы открываем вот эти раздвижные двери. Одна, вторая. И заходим уже здесь у нас туалет и ванна. То есть здесь раковина, здесь, соответственно, туалет, а здесь душ. Душ очень интересный. Такой скамейкой, зачем она, я, честно, не знаю. Ну, может быть, если включить горячую воду, то можно сделать, посидеть типа бани. Тут есть сейф, должен быть, да? Да, он там есть. Его еще даже не открывали. Так, ну, полотенце. Большой шифонер. Вид из окна. Вид из окна. Окна в пол. Вот здесь у нас получается балкон. И посмотрите, какая красота. Ну, на крыше немножко мусор лежит, но ничего страшного. Зато посмотрите, какой вид и какая территория. Просто огромный бассейн. По всей территории он вот так идет. И вот здесь еще зона джакузи. Но туда мы потом поближе подойдем, посмотрим. Стиральная машинка есть, работает. В общем, цена квартиры этой получается 21 800 бат на месяц. Сюда входит финальная уборка, электричество, вода и Wi-Fi. Так, что еще здесь есть? Плита, чтобы готовить. Холодильник, микроволновка, чайник. Кухня вот со всеми принадлежностями, которые вам пригодятся. Сковородочки, различные ложки, вилки, соответственно, здесь чуть-чуть по сутке. Так, ну здесь нету. А, вот ложки, ой, стаканы, бокалы, тарелки. Ну и бокалы под вино на двоих. Вот такая вот замечательная квартира. В коридоре еще давайте покажем вам быстренько. Вот такой вид, когда спускаешься не на лифте, а просто пешком. Вот он, этот бассейн. Вот здесь интересная локация. Здесь вода горячая. Из этих труб под различным давлением я заходить не буду. Там люди купаются. Не буду смущать. Под различным давлением, то есть вы стоите под этой водой. И выйти можно сразу вот в бассейн, нырнуть из горячей воды. Если на улице прохладно, то актуально. Но, к сожалению, уже не прохладно. Нет, не к сожалению. Почему к сожалению-то? Все отлично. Вот такой вот крытый, типа бассейн с горячей водой. Там джакузи, все дела. Очень, очень классная такая локация. Давайте немножко пройдем по территории. Несколько мостов над такими импровизированными речками. Искусственный газон. Тут есть шезлонги, где можно полежать, позагорать. Просто поотдыхать. Вот здесь вот в тени можно на полотенце прилечь. Почему нет? Посмотрите, какая красота. Территория очень-очень продуманная в плане эргономики. Ну, всего. Удобно ходить здесь. Вот, например, вот в этом месте. Смотрите, водопад, да? Можно спокойно зайти и вот сюда прям нырнуть. Такую жару это очень хочется сделать. Вот я сейчас хожу одетый, да? Мне хочется нырнуть в этот водопад. Ну, ладно, я видео-то закончу, нырну. Дальше давайте по территории ведем. Вот еще один мост. А, есть, кстати, номера, смотрите, с выходом прямо на бассейн. Кажется, наверное, круто. Но на самом деле не совсем круто, потому что, если, например, напротив вас собирается компания, а вы решили отдохнуть, то вы будете их слышать весь день. Если вы не отдыхаете днем, то тогда да, это ваше. Потому что здесь мало того, что выход на бассейн, вы еще имеете свой маленький бассейн, личный. Ну, это, наверное, прикольно. Вот люди, видите, чилят лежат у своего бассейна. Попить песко. Не, ну, так круто, так бы я тоже хотел, на самом деле. Хотя вот тут такой шум от водопада, я думаю, даже если напротив кто-то у вас будет шуметь, абсолютно не будет мешать. Да, я, наверное, соглашусь с тем, что вот так отдыхать вообще круто. Желаю всем так отдыхать. Ну, идем дальше. Мы же только начинаем. Визитная карточка этого фонда. Посмотрите, это вот эта гора и вот этот Кинг-Конг. Нам повезло, тут включили водопад. Он не весь день из пасти Кинг-Конга течет. Какое-то время он работает, потом его выключают. Но это очень красиво. А ночью вся голова это еще и подсвечивается. Это вот визитная карточка. Ну, и гора Кинг-Конга, соответственно. Есть горка водная, вот она дальше там. Но я смотрю, а нет, работает. Вода по ней бежит. Все, можно спокойно пользоваться этой горкой. В общем, вот такая красота. Теперь мы идем дальше. Все только начинается. Здесь есть ворота, которые открываются с помощью электронного ключа. Потом мы перейдем дорогу с вами. Небольшую. Где ездят машины. Вот. И придем на пляж. Пляж здесь тоже как бы считается свой собственный. Сейчас вы это увидите. Вот такая небольшая дорога. Внимательно по сторонам посмотрели. Все, спокойненько переходим. Здороваемся с охранником. Савадика. Вот. И идем дальше. Прошли мы еще один корпус. Выходим наружу. Здесь тоже несколько блоков стоит. Несколько корпусов. Но здесь у нас локация тоже интересная. В плане того, что здесь большой-большой бассейн. Круглый такой, полукруглый. Сейчас я покажу. Мы до него дойдем. Чем он интересен? Интересен он тем, что здесь включается искусственная волна. В какой период времени она включается, я не знал. Но один раз мы ее видели. И прям вот она накатывает. Может быть здесь написано. Здесь не написано. Расписание искусственной волны. Я думал, где-то есть. Нет, нет. Вот такой красивый бассейн. С опять же красивым водопадом. А когда включают волну, здесь еще гораздо красивее. Ну и соответственно детский вот такой вот небольшой бассейн. С моря дует легкий бриз. Вообще классная погода, конечно. 30 с лишним градусов. И ветер. Ветер такой непрохладный. Ну то есть то, что нужно для отдыха. Кто вот жару не любит, да, тем, наверное, будет немножко некомфортно. А мы очень жару прям уважаем. Нам нравится. И нам прям очень комфортно. Ладно, пойдемте на мост. Ну все. Здесь у нас речка. Кто-то думает, что она вонючка. Ни фига она не вонючка. Нормальная речка. Мы по этому мосту идем. Сейчас придем на пляж. Тут, кстати, на берегу или в воде. Иногда в воде видно. Иногда на берегу большие вараны. То есть они... Савалика. Вот нам открыли дверь. Все, проходим на собственный пляж этого конда. Вот примерно такого он размера. Пляж оборудован лежаками, зонтиками, сидушками, шезлонгами. Есть такие, типа, матрасики. Вот полосатые. Они, видите, лежат. Наполовину заполнены мягкой какой-то штукой. Да, на них тоже сидеть, лежать очень удобно. Их можно брать... Так, вот они в том году были вот в этом месте. Сейчас я не вижу, где их складируют. Наверное, выдают. Потому что в том году их было очень много. В этом году их прям немного. Вот они полосатые. Под деревом можно расположиться. Там большая тень. Ну, а вот, собственно, и море на этом пляже этого конда. Тут, кстати, вот эти вот монокрыло. Я не забыл, как называется. Люди занимаются вот такими вот... Таким видом водным спортом. Очень интересно наблюдать за ними. Они иногда прям подлетают ближе к берегу. Показывают различные трюки. Что они умеют. Ну, это прям круто. Это очень интересно. Так, ну, песок здесь мелкий. Приятный, желтый. Такой же, как и на Джамтини. Но, я думаю... Ну, хотя да, море точно такое же. Я бы не сказал, что оно мутное какое-то, грязное. Нет. Вполне себе приятное море. Сейчас большой отлив, смотрите. И, как бы, бриз. То есть, за счет этого бриза, соответственно, люди могут заниматься своим вот любимым делом. Кататься и летать на таких вот штучках. Здесь на пляже есть несколько кафешек. Вот одна из них. Вот там дальше еще несколько. Чуть-чуть, если пройти метров 200, наверное, уже будет пляж отеля Амбассадор. Если кто-то знает, то тогда поймет примерно, где находится этот кондор. Здесь можно сделать массаж. Нам сказали, что массаж очень хороший. Мы верим. В Таиланде найти плохой массаж, ну, наверное, очень тяжело. Я думаю, практически невозможно. Так что, пожалуйста, можете совмещать. Вот и купаться, и загорать, и массажик делать. Смотрите, какая прикольная тут территория. Все, сейчас пойдем обратно на территорию и будем заканчивать. Ну, давайте будем заканчивать. Вот территория. Здесь начинается территория Кондо. Красивая дорога такая, очень аккуратная. Вот он, Гранд Флорида. Получается, это парковка номер один. Под вот этой аркой. Тут охрана стоит. Они спрашивают, показывают, рассказывают. И в том конце, вот, где корпуса там заканчиваются, там точно такая же парковка есть. Мы жили в прошлом году в той стороне, и поэтому парковались там. Ну, и посередине здесь есть луби, соответственно, где сидят менеджеры. И все вам рассказывают, показывают. То есть все вопросы вы решаете через них. Все, что касается проживания. Мелкие бытовые вопросы. Да любые. Ну, я думаю, на любой вопрос они вам ответят. Вот такое красивое место. Тут прям вот приятно, аккуратно. Поэтому мы смело бронируем это кондо. Вам всем понравится. На этом будем прощаться. Всем до свидания.